я тебе говорю с тобой ну как меня слышно да отлично все слышно всем привет буквально через минуту мы начнем собираемся все вместе сегодня мы с вами говорим про энерджи диет смарт давайте проверяем связь всем привет хорошо слышно видно рассказывайте да привет в эфире центральный офис меня зовут рептина я бренд менеджер сегодня мы с вами говорим про смарт отлично я очень рада что все слышат видят я думаю что мы с вами начнем давайте сразу определимся ребят я когда рассказываю я читать одновременно не умею есть у меня такой минус поэтому вы сначала мне внимательно слушайте я рассказываю вам про продукт про самые часто задаваемые вами вопросы а после этого в конце я подвечаю на то что я еще возможно не расскажу и не отвечу читать во время своей речи я не буду хорошо чтобы я не отвлекалась чтобы вам было интересно слушать поэтому сначала мы с вами слушаем а потом задаем вопросы я буду очень рада на них ответить в конце итак сегодня мы с вами говорим про энерджи диет смарт начинаем но я думаю что ни для кого для вас не секрет что такое еды смарт еды смарт это уникальный продукт это умная еда странно звучит правда умная еда да все на самом деле просто потому что мы подумали за вас за наших клиентов за наших потребителей для кого нужна умная еда для того кому некогда перекусить негде перекусить кто понимает что лучше перекусить чем-то более полезным чем гамбургер да мы с вами живем в бешеном ритме бежим на встречи бежим там на тренировки на дискотеке ну целая куча у нас занятий ритм жизни просто сейчас сумасшедший и наша задача успеть чтобы успеть нам нужно очень быстро перекусывать иначе начнется голодовка а голодовка для нашего организма это страшная вещь почему да потому что наш организм таким образом устроен что если вдруг мы начинаем голодать не докармливать его то наш организм превращается в зверя который требует его срочно накормить если мы не кормим то он в следующий прием пищи начинает откладывать запасы а запасы у нас обычно куда откладывается ну в жировые депо наши самые любимые особенно девочками которые потом очень сложно согнать так вот чтобы наш организм не превращался в верблюда и не жировой запас его нужно подкармливать подкармливать регулярно делать это просто если у вас есть продукт помощник таким продуктом является разумеется умная еда energy diet smart energy diet smart нам очень удобно носить с собой потому что это порционная упаковка потому что она не требует каких-то особых способов приготовления достаточно развести молоком здесь мне кажется вопросов никаких возникнуть не должно готовить его всего одну минутку замесил коктейли все готово все отлично давайте мы с вами поговорим о том что здесь возникает самое частое возражение ну это же безумно дорого больше двух тысяч стоит упаковка а давайте теперь разберемся как это безумно дорого если мы переведем цену за порцию у нас получится в районе 150 рублей это уже с молоком ребят что такое 150 рублей за полноценный прием пищи вы где-нибудь в кафе ели на 150 рублей чашка кофе в кафе насколько я знаю стоит от 150 рублей и выше да если мы не говорим каких-то уличных там стаканчиках кофе которые продаются там за 90 рублей например да 150 рублей цена одной порции но в ней есть все и витамины и минералы и белки жиры углеводов правильной пропорции попробуйте найти сбалансированный обед за 150 рублей попробуйте найти бат витамина минеральная за 150 рублей вряд ли получится а здесь у вас полноценный прием пищи пойдем дальше полноценный прием пищи что значит как я уже сказала в нем есть все белки жиры углеводы не просто какие-то там а в правильной пропорции белков в коктейле больше что дальше мы уже в коктейль добавили витамины и минералы вам не нужно дополнительно пить витаминно-минеральные комплексы мы уже позаботились о вашем пищеварении добавили туда ферменты добавили туда прибиотические волокна и все это чудо находится в одном маленьком пакете значит ребят сразу оговорюсь я не говорю ничего нового сверхъестественного вся эта информация есть вот в такой замечательной книжечке мы с вами и узнаем это брошюра энергия смарт в ней в очень красочной форме все то что я сейчас рассказываю написано я вам рекомендую когда вы идете к своим клиентам брать ее в качестве презентационного материала очень яркого здесь даже программы есть я сейчас просто вам наговариваю вы слушаете внимательно да но вот эта вот книжечка будет вам таким отличным материалом который вам очень сильно поможет смотрите какая яркая и красочная я думаю она будет отличным подспорьем здесь опорные тексты которые сейчас говорю есть дальше идем нам с вами сегодня нужно разобраться в составе более подробно видимо потому как вы задаете вопросы есть какое-то непонимание вот сегодня мы с вами это и разберем ой я прошу прощения так самое первое что есть в нашем белковом коктейле это конечно белки так вот белки у нас не просто какие-то там белки да а это и растительные и животные почему это ценно да потому что именно сочетание растительных и животных белков дает полную аминокислотную матрицу белки нужны для чего для того чтобы в наш организм поступали аминокислоты это строительный материал для клеток всего нашего организма каждая клетка организма состоит из аминокислот чтобы мы себя нормально чувствовали нам нужно постоянное поступление этих компонентов наш организм здесь все просто какие у нас белки а белки у нас растительного происхождения – это соевые белки, и животного происхождения – это белки сывороточные и молочные. Именно сочетание тех и других дает полный аминокислотный комплекс, повторюсь. Почему мы используем соевые белки? Да потому что на самом деле именно соевые белки лучше всего усваиваются организмом, быстрее всего, на 100%. Я вам расскажу следующее. Почему белковые диеты являются такими популярными при похудении? Да потому что на переработку белка организму требуется очень много усилий и энергии. Соответственно, пока белок перерабатывается, организм тратит энергию, то, что мы и хотим, чтобы потом все наши излишки уходили, ничего не откладывалось, чтобы после правильного пищеварения мы получили чистый строительный материал для нашего организма и ничего лишнего. Так вот, я вам скажу следующее, что вот сочетание растительных белков, которые быстро усваиваются, и молочных и сывороточных белков, которые усваиваются помедленнее, дает как раз длительный эффект насыщения. То есть мы говорили еще раз об аминокислотной матрице полноценной и мы говорим о степени насыщения сразу и в течение продолжительного времени. Это про белки. Кстати, здесь сразу есть еще одно возражение, которое говорит, на днях мне сказали, я прям восхитилась. А вы знаете, что есть одна злая корпорация, которая скупила все свои плантации и использует там ГМО, и вся слоя в мире это ГМО. Ребят, не надо верить тому, что написано на заборе. В интернете пишут много всего, это нужно для рейтингов определенных каналов, определенных источников. Если информация, которую вы читаете, подтверждена исследованиями реальными, можно верить. Но, как правило, такие страшилки существуют лишь для одного. Плохая информация, страшная информация расходится быстрее, а это рейтинги. А это деньги, вы сами понимаете. Так вот, сейчас мы на сайте специально для вас, для работы с таким возражением, выложили сертификаты, в которых написано, что в нашей продукции не содержится ГМО. Там прям так и написано. ДНК вот этих вот модифицированных в соевом компоненте и в самом продукте у нас нет. Посмотрите, пожалуйста, это исследование делала независимая лаборатория, делала специальное исследование нашего продукта, и вот результат вы можете лицезреть на нашем сайте в разделе Energy Diet Smart сертификаты. Идем дальше. Что помимо белков содержится в нашем Energy Diet Smart? Ну, это, конечно, углеводы. Углеводы, вы знаете, бывают быстрые и медленные. Быстрые углеводы – это сахара. Их больше всего боятся те, кто следят за своим внешним видом, за своим состоянием, состоянием фигуры, за тем, чтобы не потолстеть, за тем, чтобы быть в форме. Сахара чем опасна? Они быстро проникают в кровь, они быстро дают чувство насыщения. Глюкоза поступает в мозг, организм кричит «Ура!», но она также быстро и перерабатывается. Организм говорит «Ой, что-то мало, давай еще, еще, еще». И поэтому возникает такая вот сахарная жировая зависимость, да, которая быстро-быстро накармливает организм, быстро проходит. Именно поэтому, кстати, белковые диеты были выгодны. Так вот, кушать нужно углеводы обязательно, на одних белках человек не проживет. Так вот, углеводы нужно кушать длинные, и в нашем продукте именно такие. Это, посмотрите на слайд, это полотеноза. То есть, длинные углеводы, они не сразу состоялись в кровь, а в течение какого-то времени. Это дает чувство насыщения, и вы себя хорошо чувствуете, да? Дальше идем. Жиры. А вот здесь самое интересное, на мой взгляд, потому что, ну, какие жиры могут быть? Жиры мы используем просто, ну, потрясающе, на мой взгляд, это фосфолипиды. Их источником является лецитин. Фосфолипиды – это сложные жиры, точно так же, как и углеводы. Сложные жиры очень хороши тем, что они как БАД, нужны организму. Если вы вот помониторите, например, тот же самый какой-нибудь сайт iHerb или еще что-то, вы увидите, что вот источник наших жиров, лецитин, он используется в том числе как монобад. То есть этот компонент настолько необходим организму, что его придумали даже отдельно фосфолипиды в качестве БАДа. А мы взяли и положили его в наш коктейль. По-моему, это просто здорово. Для чего нужны фосфолипиды? А фосфолипиды, ребят, это строительный компонент для клеток нервных. Он участвует в построении клеточных оболочек нервной системы. Соответственно, мы питаем нашу нервную систему, чувствуем себя отлично. Организм работает как часы и все в порядке. Если у вас нет стростника, если у вас все в порядке с нервной системой, значит вы не заедаете проблемой и значит у вас нет переедания. Опять же, переедание у нас ведет всегда к чему? К увеличению веса. Вот такие волшебные жиры у нас в составе содержатся. Давайте дальше. Что у нас еще в составе? Это, конечно, ферменты. Очень часто спрашивают, а есть ли в составе ферменты? Есть их два, и они растительного происхождения. Это бромелайн и папаин. Это как раз ферменты. Смотрите, что тут важно знать. Ферменты вообще зачем нужны в составе коктейля? Дело в том, что, как я вам уже сказала, белок усваивается организмом трудно. Бывают люди, у которых с усвоением белка вообще проблемы. Ну там эти люди отдельно ферменты принимают. Мы добавляем ферменты для того, чтобы они способствовали усвоению белка. Здесь сразу очень часто встречается возражение. Какое? Если я буду постоянно сидеть на еды, у меня перестанут вырабатываться мои собственные ферменты. Организм скажет, что они мне поступают через пищу и не будет сам вырабатывать. Ничего подобного. Потому что наш организм вырабатывает какие ферменты? Животные или растительные? Ну, конечно, животные. А мы им помогаем растительными ферментами. Так вот именно растительные ферменты хороши тем, что они не позволяют организму прекращать вырабатывать свои собственные. Это не самый тот мизин, который рекламируют без конца по телевизору. Который вот как раз может иметь, скажем так, негативные последствия, что организм перестанет работать сам и переваривать пищу. Нет. Это растительные ферменты, которым, во-первых, нет привыкания. Во-вторых, они не препятствуют выработке собственных ферментов. Они только чуть-чуть помогают. Лучше усваивать коктейль. Давайте дальше. А дальше у нас идут волокна и пребиотики. Вот эта тема требует особого внимания. Смотрите. Почему разделены волокна и пребиотики? На самом деле и то, и другое являются волокнами. Сейчас я вам все расскажу. Волокна бывают как жесткими, так и мягкими. Вот жесткие волокна – это клетчатка. Любимое название. Клетчатка – это нерастворимые волокна. Почему они еще жесткие? Да потому что они как щетка проходят через наш организм, через пищевую систему. И выходят из него, забирая все непереваренные излишки, вычищая наш кишечник. Вы чаще бежите в туалет, у вас способствует все это пищеварение, вы себя хорошо чувствуете. Это одна тема. Но есть и другая тема. Другая тема – это как раз мягкие пищевые волокна, которые еще называются растворимыми или пребиотическими. Такие пищевые волокна нужны для чего? Во-первых, именно растворимые волокна увеличиваются в размере, когда попадают в жидкую среду. Раз они увеличиваются в размере, значит, что происходит? Мы кушать меньше хотим, правильно? А во-вторых, пребиотические волокна, они помогают нормализовать микрофлору. Вот когда люди сидят на галимой клетчатке, бывает такое, кефир с клетчаткой, это лучшая диета, слышала недавно, но ничуть не бывало. Все вычистим из организма, и ничего в нем не останется. Вычистим и хорошее, и плохое. Так вот, чтобы хорошее вернуть, нужны пребиотики. Они нормализуют микрофлору кишечника. И в частности, помогают, например, восстанавливать микрофлору после антибиотиков и так далее. У нас в продукте, обратите внимание, сочетание. То есть мы говорим, что у нас не только клетчатка в Energy Diet Smart, но там и клетчатка, и мягкие пребиотические растворимые пищевые волокна. Вдвоем они работают просто отлично. У вас и как щеточка все почистится, ничего лишнего не содержится. И с другой стороны, микрофлора будет в порядке, пищеварение будет в порядке. Давайте мы дальше с вами пойдем. А дальше у нас особенности состава ED Smart, это экстракт грифонии. Звучит забавно такое название у растения грифония. Зачем оно нужно? А нужно оно для того, чтобы в наш организм привнести такую замечательную аминокислоту. Называется она L-триптофан. Это природная аминокислота. И является она предшественником гормона радости серотонина. То есть, внимание, предшественник гормона, не сам гормон, гормонов продукт не содержит. Это следующий вопрос, который часто возникает. Гормонов продукт не содержит, повторюсь. Это предшественник, то есть она помогает организму вырабатывать серотонин, гормон радости. А что это значит? Это значит, что у вас хорошее настроение. Это значит, что несмотря на то, что вы ограничиваете себя в питании, сидите на диете, вы не чувствуете стресса, вы спокойнее переносите диету, а значит не переедаете. Опять же, да? И у вас легко проходит диета, вы лучше и спокойнее добиваетесь результата. Давайте пойдем дальше. Про состав мы, в общем, поговорили. Сейчас мы с вами поговорим про то, как употреблять еды. Ребят, очень частая ошибка возникает у наших клиентов, у наших новичков. Еды нужно употреблять вместо еды. Не забивая борщ или заедая еды вкусняшкой, пироженкой или еще чем-то. Нет. Еды мы едим вместо еды. Это вот прям ключевой момент, на котором нужно заострить внимание. Одна дама написала, почему мне никто не предупредил, что после того, как я выпила коктейль еды, в течение часа нельзя ничего кушать. У нее нет результата, она хотела похудеть на еды, потому что она заедала коктейль пироженками. Ну здорово. Ребят, ну это наша с вами вина, мы не донесли до нее этого всего. Вместо еды ключевое слово, заменитель приема пищи. Давайте пойдем дальше. Как я уже сказала, тут все просто готовится он за одну минуту и именно на молочке. Вот теперь смотрим про молоко. Вы видели, что на нашей упаковке написано дозировка полезных компонентов на 100 граммов сухого продукта. И рядом колонка дозировка полезных компонентов, я имею в виду белки, жиры, углеводы на готовую порцию. Так вот, готовая порция результата с учетом полутора процентного молока. Если вы, соответственно, делаете еды на воде, значит вы то количество белков, жиров и углеводов, которое дополняет молоко, уже не добираете. То есть у вас продукт получается, готовая порция получается несколько беднее по БЖУ, чем нежели с молоком. Теперь смотрите. Конечно, это ваше право. Употребляйте вы еды смарт на молоке, либо на воде. Но я вам скажу честно, все эти коктейли, которые сейчас присутствуют у нас на полке в ассортименте, это 8 вкусных коктейлей, они разрабатывались именно под молоко. И вкусовые характеристики, их еще раз пищевая и энергетическая ценность, именно с учетом молока была разработана. Будут ли у нас вкусы новые? Будут. Будут ли у нас вкусы, которые можно специально без молока употреблять? Будут. Мы работаем над этим вопросом. Поехали дальше. Итак, как мы употребляем еды? У нас сейчас очень простые и прозрачные две программы. Первая это программа Старт. Она нужна, когда вам перед Новым годом надо влезть в красивое платье. Она нужна, если вы вдруг собрались со своим молодым человеком на острова в тропическом море и хотите сбросить несколько килограммов за пару дней. Вот это программа Старт. Что мы на ней делаем? А мы на ней заменяем 4 приема пищи на Energy Diet Smart. Лучше всего это завтрак, ланч, полник и ужин. Обед все-таки. Лучше оставить в виде какой-то другой пищи. Да почему? Потому что человеку, ну в принципе, достаточно тяжело сидеть на коктейлях весь день. Ну и стресс для организма, представляете, мы всегда его кормили твердой пищей и тут вдруг целый день на мягкой, на жидкой. Ну зачем так травмировать свой организм? Мы все-таки за мягкую диету, за мягкое похудение. Но у вас будет все равно. Если вы хотя бы 3 дня посидите на ЕД Старте, у вас однозначно будет результат. Не быть его не может. Если, конечно, на ночь вы не будете кушать там тортик. Вот. Давайте дальше. Вторая программа, это программа баланс. Здесь тоже все очень просто. Баланс это программа, которая бессрочная. Если по старту мы говорим, мы употребляем ЕД 4 раза в день в течение от 1 до 5 дней, ну нужно быстрое похудение. На такой диете достаточно сложно сидеть долго. То баланс нам позволяет сидеть на диете долго. И баланс это не обязательно диета, это уже становится образом жизни. То есть вы заменяете, сейчас следующий слайд, вы заменяете 2, например, приема пищи на еды, а все остальное вы кушаете какое-то другое питание. Вот здесь примерный рацион вам приведен. То есть обед мы рекомендуем все-таки оставлять в качестве такого серьезного белково-овощного меню. Завтрак и ужин вы тоже можете оставлять в виде какого-то тоже белково-овощного меню. Ну а ланч и полдник, например, перекусы, да, заменять на коктейль. Здесь ограничений нет. Вы можете употреблять ЕД и сидеть на этой программе достаточно длительное время. Вот. Если вы готовы заменять 4 приема пищи в день, да, пожалуйста. Вообще, в принципе, здоровому человеку, если хотя бы один раз употреблять ЕД, уже вы придете в ТУНС. И вы знаете, я вам скажу следующее. У программы ЕД есть такой, ну я его называю побочным эффектом. Когда начинаешь употреблять энергедиет на постоянной основе, ты приучаешь организм к определенной пище ненасильственным образом, но вы начинаете меньше кушать печенюшек и шоколадок. Это такой прям побочный эффект. Просто организм уже не готов воспринимать пищу, которая для него тяжелая, жирная, там всплеск идет сахаров, еще что-то. ЕДы настраивает на правильные пищевые привычки. Ребят, это проверено. Давайте мы дальше с вами пойдем. Теперь мы поработаем с основными возражениями, которые у нас часто встречаются. Люблю этот вопрос. Что вы мне, порошочек, предлагаете? Я люблю котлетку, зачем мне эта химия? Ребят, вот химия это то, что у нас обычно в виде овощей, фруктов, курицы, яиц и так далее в магазинах на полках. У нас давно уже нет тех продуктов, которые из фермерских хозяйств. Да и фермерских хозяйств в России не так много. Посмотрите, у нас давно ходят интересные факты о том, что, например, курочек у нас кормят антибиотиками, чтобы они здоровее были, чтобы мяско было не заразным, которое мы кушаем. У нас фрукты и овощи сейчас круглый год на столе, а мы прекрасно знаем, что и фрукты, и овощи имеют свой сезон созревания. Насколько сбалансированным является то самое питание, которое люди называют обычным и которым они привыкли, скажем так. Еда уже давно перестала быть богатой, еда у нас сейчас бедная. Этот факт отрицать достаточно глупо. Поэтому мы предлагаем человеку натуральное питание. Натуральное в каком плане? Тот белок, который у нас содержится в Energy Diet. А я вам напомню, что про сою мы специально провели исследование на наличие ГМО. То есть это возражение мы сразу сняли. Белок у нас чистейший. Это из чистой сыворотки, сыворотка молочная, да, либо это бобы, сои. Из нее получили определенным образом, да, были без всякой химической обработки, чистый белок. Жиры, как я вам сказала, это фосфолипиды. Это вообще компонент для БАД, который необходим организму для строительства клеточных оболочек нервной системы. Я вам говорила об этом, да. Что еще? Витамины, минералы тоже известны, что нужны каждому человеку. Сколько человеку нужно съесть моркови в день, чтобы получить определенное количество витаминов. Ну, с ума можно сойти, не съест человек столько. Особенно если у него, ввиду того, что он городской житель, ввиду того, что у нас низкое количество солнечных лучей, небольшое количество, недополучает он витамин. А мы ему даем готовый продукт, в котором все это сбалансировано, за него продумано. И ему не надо думать и высчитывать калории. Ведь если человек начинает употреблять энердж диет, он не может не похудеть. У него есть куча преимуществ. Во-первых, это, как я уже сказала, недорого, но цена чашки кофе. Попробуйте комплексный обед найти за 150 рублей. Если вы будете даже дома готовить себе правильное питание, сбалансированное по БЖО, вам однозначно нужно будет съедать достаточно крупный кусочек курятины, а еще овощи и фрукты. А они тоже стоят достаточно больших денег сейчас, и овощи и фрукты. 150 рублей, конечно, человек уложится, но сколько он времени потратит на приготовление такого продукта, такого обеда. А у нас это все готовое. Давайте дальше. Мы в еде не просто собрали все, мы собрали все, что не встречается в природе. Где-нибудь вы видели в природе, в готовом продукте, в котлетке, чтобы сочетались и растительные, и животные белки. Вы видели какой-нибудь продукт, который сочетает не только быстрые углеводы, как большинство жирных вещей или сахаров, а который сочетает в себе длинные углеводы и правильные жиры, в котором уже есть комплекс витаминов и минералов. А еще пребиотики, помните, да, мягкие пищевые волокна, которые с микрофлорой работают. А еще клетчатку, а еще ферменты. Ребят, ну за 150 рублей это не та цена для такого продукта. Давайте дальше. Дальше. В нашем продукте химии нет. Почему? Под химией обычно понимают, что консерванты. У нас консервантов нет. Дальше. Ароматизаторы синтетические, красители синтетические, эмульгаторы, стабилизаторы и всякие разные тары, которые любят пищевики заталкивать в свой продукт для того, чтобы он дольше сохранялся и доходил до вас в неизменном виде. У нас этого нет. А сейчас мы пройдемся дальше по возражениям. Вы подождите, не торопитесь. Ароматизаторы. Я сказала, у нас нет синтетических, у нас есть идентичные натуральным. Здесь очень часто встречающиеся возражения. Что такое идентичные натуральным? А это то же самое, что натуральные. Объясняю. Взяли выжимку из лаванды. Масло лаванды. Эфирное. Посмотрели, из чего оно состоит, какие молекулы в какой структуре. И то же самое воспроизвели в лаборатории. Полностью молекулярную структуру. Это как клонирование. Понимаете? Потому что столько лаванды вырастет, ну это просто умереть можно. Взяли и повторили в лаборатории. Обладают теми же самыми свойствами, характеристиками. Абсолютно безопасно. Почему? Потому что, как это ни странно, но чаще всего аллергия у людей возникает именно на натуральные ароматизаторы. А вы знаете, что, например, аромат хвои вообще вредит для людей, которые страдают бронхитами, астмами и так далее? Это я вам пример привожу. Натуральные ароматизаторы отдушки чаще всего вызывают аллергическую реакцию. А идентичные натуральным, это значит точно такие же, но реакции аллергической на них уже нет. Идем дальше. Подсластители. Какой кошмар! Мы затолкали внутрь Energy Diet Smart не какую-нибудь стевию, а подсластители. Сахаринат и цикломат натрия. Просто ужас. Рассказываю. Во-первых, чем хороши синтетические подсластители? Во-первых, тем, что в них ноль калорий. Если мы говорим, что продукт должен быть сбалансирован по БЖУ, то нам нужно избавляться от балансных веществ, которые несут дополнительный калораж. И искусственные подсластители для этого подходят лучше всего. Почему худеющие заменяют сахар на сахарозаменители? Потому что сахар жутко калорийная штука. И вызывает всплеск. Помните, я вам говорила, инсулиновый. И мозг получает быстро. Сахар насыщение быстро проходит и хочет еще, еще зависимость такая есть. Сахарная зависимость – серьезный вопрос. Во-вторых, подсластители синтетические, они не имеют привкуса. Вспомните всеми любимую стевию. Ребят, у нее жуткий лакричный привкус. Он нравится далеко не всем потребителям. А наша с вами задача сделать коктейль вкусным, который понравится многим. И я вам скажу так, мы очень хорошо исследовали этот вопрос. У большинства натуральных подсластителей есть определенный привкус, от которого достаточно сложно избавиться. Вот так-то. Следующее. Именно наши подсластители, которые мы используем, это сахаринат и сакламат натрия, они разрешены к употреблению Минздравом Российской Федерации. Да, они когда-то были запрещены. Почему? Потому что этот компонент, два этих компонента, существуют на рынке уже очень и очень давно. Несколько десятков лет. Когда компонент появляется на рынке, когда его открывают, он новый, он еще не исследованный. И люди еще не знают, есть в нем что-то вредное для организма или нет. Люди не знают. Его еще не успели исследовать. Провели какие-то общие тесты, вроде все нормально. А дальше наука не стоит на месте. Разные лаборатории используют разные способы тестирования. Начинают продукт крутить. То с одной стороны повернут, то с другой, то здесь покопают, то там выявляются какие-то якобы негативные реакции. Начинаются тесты дальше. А пресса, вы знаете, любит раздувать. Если что-то где-то нашли, а оно используется в пищевой промышленности. Это же страшная вещь, какие рейтинги у газеты или у телеканалов будут. Просто потрясающе. И начинается что? Начинается запугивание людей. Тесты проводят дальше. Они не подтверждают тех страшилок, которые были до этого рассказаны прессой. Вот и получается, что чему компонент длиннее истории использования, тем он с одной стороны безопаснее, потому что его проверили уже все инстанции, которые только могли. И во-вторых, тем больше у него легенда. То есть его могли разрешать, запрещать, разрешать, запрещать и так далее. Цикломат и сахаринат натрия, которые используются в ЕДСМАРТ, являются 100% безопасными. Почему? Потому что они выводятся из организма в неизменном виде. Они не усваиваются организмом. Как они могут оказать какое-то влияние? Это первое. Второе. На оба этих компонента есть разрешение к использованию в пищевой промышленности. Это самое жесткое возможное разрешение. Самое такое строгое. И еще. На них есть минимально, максимально, прошу прощения, допустимые концентрации. Так вот, максимально допустимая концентрация этих компонентов, сахаринат и цикломат натрий, составляет 5 мг на 1 кг человеческого тела. Если человек весит 60 кг, умножаем 60 на 5 мг, получаем сколько? Посчитали? Порядка 300, правильно? Так вот, у нас в ЕДСМАРТ содержится в десятки раз меньше максимально допустимой дозы. Обоих компонентов, суммарно. Они каждые по 5 мг на 1 кг человеческого тела разрешены к потреблению. Ребят, 0 калорий, без вкуса, без цвета, без запаха, не усваиваются организмом. Их, кстати, любят врачи прописывать тем, кто, например, страдает повышенной чувствительностью зубов к образованию кариеса и так далее. Их используют в том числе диабетики в питании. Ребят, ну мне кажется, эти компоненты говорят сами за себя. Пойдем дальше. Витамины. Следующий страшный миф гласит, что синтетические витамины – это всемирное зло. Давайте. Витамины, точно так же, как и ароматизаторы, являются идентичными натуральным. Я вам открою секрет. Витамины, которые должен употреблять человек – это витамины растительного и животного происхождения. Все жирорастворимые витамины, включая витамины В, являются животного происхождения. Это вы представляете, сколько крупного рогатого скота нужно уничтожить, чтобы добыть натуральные витамины для нашего организма. В той дозировке, в которой они рекомендованы Нездравом России. Как вам такое? Вы очень часто любите спрашивать, а тестируется ли наша продукция на животных. А мы такие веганы-невеганы, мы стараемся к животным бережно относиться, а витамины нужны человеческому организму. Поэтому натуральных витаминов практически нет на рынке. Это объясняется тем, что, извините, сколько животных вам нужно уничтожить, чтобы получить их натуральными. Поэтому витамины, точно так же, как ароматизаторы, их структура полностью повторена в лаборатории. И вы получаете те самые витамины, которые нужны организму, но уже в готовом витаминно-минеральном комплексе. Поехали дальше. Противопоказания на Energy Diet Smart. Ну, давайте прям по пунктам. Можно ли еды детям? Значит, смотрите, Energy Diet Smart является пищевым продуктом. Соответственно, никаким специализированным продуктом для питания детей, спортсменов, диабетиков или людей с другими какими-то особенностями, заболеваниями, какими-то ограничениями, этот продукт не является. Это пищевой продукт. Спрашивают, а можно грудничкового ребенка кормить? Ребята, вы грудничкового ребенка макаронами будете кормить или молочным коктейлем? Нет. Так вот, еды его тоже кормить не надо. Детям давать можно, но после трех лет, когда ребенок уже кушает всякую пищу и когда он уже пьет молочные коктейли и кушает макарошки. Еды можно давать, но на весь день садить ребенка на еду ни в коем случае не надо. Почему? Потому что, насколько я вам, надеюсь, уже объяснила, ЕД разрабатывался как продукт для взрослого человека. И дозировки витаминов на одну порцию составляют 25% от рекомендованной суточной нормы взрослого человека. Да, бывают детки-малоежки, бывают детки, которым не хватает витаминов. Они точно так же, как и мы с вами, живут в городах, недополучают солнечного света, переутомляются в садиках, школах и так далее. Пожалуйста, добавляйте им в питание Energy Diet полпорции, например, в день. Вполне можно. Но грудничков кормить ни в коем случае нельзя, это пищевой продукт. Ну, сами посудите, макарону грудничку не даете, почему вы ЕД даете? Для таких детей до трех лет есть специализированное питание детское. Давайте дальше. Можно ли ЕД беременным и кормящим? Здесь я вам отвечу следующим образом. Значит, согласно требованиям российского законодательства, на продуктах, которые не разрешены беременным и кормящим, так и написано. А это продукты, прежде всего, кофеиносодержащие. Кофеин беременным и кормящим, согласно нашему законодательству, противопоказан. В линейке Energy Diet Smart есть один вкус, который содержит кофеин. Это латте. Там кусочки натурального молотого кофе. Беременным и кормящим именно в связи с этим этот продукт не рекомендован Минздравом Российской Федерации. В ЕД тоже есть такие продукты. Я имею в виду ЕД, которые производит компания СВМ. Это два продукта. Там кофе и капучино. Их тоже нельзя беременным по той же причине, что они содержат кофеин. Все остальные продукты, согласно российскому законодательству, не противопоказаны беременным и кормящим. Но, ребят, давайте так. Особенно кормящие женщины, они, в принципе, ограничивают себя всегда в питании. То там у ребенка высыпало, мама съела не то яблочко, у него обсыпало щечки. То там мамы, бывают дети очень большие аллергики, и мамы сидят на гречке, я знаю, кормящие. Так вот, здесь нужно каждой маме самой принимать решение. Как ее ребенок будет реагировать на такую пищу. Есть масса примеров, когда беременные женщины, кормящие женщины сидят на ЕД, и ребенок это прекрасно переносит. И маме хорошо, она получает полноценное, сбалансированное питание, витаминизированное, у нее все прекрасно. И ребенок себя чувствует отлично, замечательно. Но бывают случаи индивидуальных каких-то особенностей, или ребенок аллергик, или маме что-то там противопоказано. Здесь нужно быть аккуратнее. Лучше всего в таких случаях беременяшкам и тем, кто кормит, рекомендовать проконсультироваться с врачом. Я вам больше скажу. Поскольку Energy Diet Smart содержит достаточно высокое количество белка, он даже может быть показан беременным. Есть беременные женщины, которым требуется дополнительное количество белка. Это связано с анемией, с дефицитом железа, со сложным усвоением белка и так далее. Таким можно рекомендовать ЕД. Но опять же, давайте сначала спросим у их лечащего врача. Вы же не врач, вы не знаете, какие противопоказания у этой женщины. Еще раз повторю, беременным и кормящим нельзя кофеиносодержащие вкусы. Это Latte Smart кофе и капучино в Energy Diet. Все остальные вкусы противопоказаний для беременных и кормящих не имеют. Но здесь нужно быть аккуратными с индивидуальной непереносимостью. Следующее. Диабетикам. Ребята, точно так же. Этот продукт не является специализированным питанием для диабетиков. Теоретически его можно употреблять, поскольку сахаров он не содержит, как я вам сказала, а он вообще на подсластителях, а диабетикам, как правило, их можно. Но диабет это очень серьезное заболевание. Оно бывает разных стадий, с разными особенностями личностными. Поэтому не надо людям, условно, да, прописывать еды. Вы не врачи. Пусть они спросят у своего лечащего врача, а потом употребляют еды. Нам не нужны проблемы со здоровьем. Это очень серьезное заболевание. Будьте, пожалуйста, аккуратны. И мой самый любимый вопрос по противопоказаниям. А есть ли у меня камни в почках, печень, там чего-нибудь, какие-нибудь заболевания особенные и так далее? Дорогие мои, Energy Diet это пищевой продукт. Мы не знаем, какие у вас особенности и противопоказания. Мы не проводили специальных исследований на соответствие еды всем этим заболеваниям. Energy Diet это пищевой продукт. Человек сам знает, можно ему употреблять или нет. Если не знает, то он идет и имеет какие-то заболевания внутренние. Он идет и спрашивает у своего врача. Если у человека гастрит, он знает, что ему нельзя острое, он не ест перец. Если у человека непереносимость белка или там плохо работают почки или еще что-то, он не будет тяжелую белковую пищу употреблять. Мы этого не знаем. Исследования мы по этому поводу не проводили. Поэтому, пожалуйста, консультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-то сомнения. А так это просто пищевой продукт. Ну и здесь каждый сам решает, есть ему макароны или нет. Есть ему молочный коктейль или нет. Можно ему еды или нет. Давайте дальше. Как я вам сегодня уже говорила, у нас сейчас в ассортименте 8 вкусов Energy Diet Smart. Эти вкусы достаточно разнообразны. Я уверена, что ваши клиенты подберут то, что им больше всего нравится. Когда вы проводите первичное знакомство клиента с каким-то из этих вкусов, я вам рекомендую, конечно, выбирать те, которые нравятся большинству. В данном случае, например, это может быть лимонное печенье или шоколадный мусс. Шоколадный мусс, он вообще содержит стружку шоколадную от лучших шоколатье французских, от компании Барри Калибао. Поэтому старайтесь людям давать то, что им однозначно понравится. Или вот, например, ягодный микс. Там настоящие кусочки ягод и натуральные ягодные соки содержатся. Вы когда людям даете пробовать, вы наливайте в красивый стакан, не в шейкер. Возьмите из шейкера, перелейте в прозрачный какой-нибудь красивый бокал. Ну, украсьте вы его там долькой яблочком, мандаринки или маленьким кусочком банана, например. Сервируйте, подавайте. Понимаете, вы должны людям преподнести это как очень полезное и приятное лакомство. Не полюбить еды невозможно. Пусть человек для начала попробует заменить им какой-нибудь перекус. Надо начинать аккуратно. Не надо впихивать в человека энерджи диет. Ни к чему хорошему это не приведет. Нужно преподносить продукт как вкусное лакомство, с которым стоит познакомиться, потому что оно еще и полезно. Стоимость молочного коктейля в любом кафе, она тоже достаточно великая. 150 рублей за полезный молочный коктейль, это не та цена. А дальше вы начинаете рассказывать о том, что внутри содержится и как это все полезно и необходимо организму. И сколько бат это заменит. Будут ли новые вкусы? Вкусы, повторюсь, да, будут. Ну, собственно, ребят, у меня все. Я надеюсь, что я вам сегодня очень помогла в продажах. А давайте теперь я поотвечаю на ваши вопросы. Про разные вкусы я уже сказала в начале вебинара и сейчас повторюсь. О том, что да, мы работаем над новыми вкусами. Очень скоро вас ими порадуем. Дат я не буду называть, потому что... А если что-то пойдет не так, мы же хотим вам отличный продукт предоставить, и мы не хотим вас обманывать. Поэтому давайте, когда мы будем готовы, мы вас обязательно уведомим. Сейчас, пока мы не готовы. Вкусы будут разные, они будут отличные, вам обязательно понравится. Так. Я вам сказала, что вкусы будут разные, я не буду говорить, какие. Что еще? Консервантов нет в составе. Про какие консерванты мы говорим? Про сахарный диабет я вам уже ответила, про язвенников тоже, про онкологию я тоже ответила. Если есть заболевания, мы идем к врачу, а потом уже работаем с клиентом. Так, вот, отлично, спасибо. Жиросжигателей в коктейле нет. Откуда взялась мысль о жиросжигателях? Если я говорила про ферменты, бромелайн и папаин, то никакими жиросжигателями они не являются. Они помогают перерабатывать белок и опосредованно влияют на то, чтобы у вас жир в жировые депо не откладывался. Соответственно, самым они и позволяют контролировать количество жировых отложений в организме. Жиротопки тут не будет. Если вам нужна жиротопка, то вы идете в другой продукт, который называется Energy Slim. Про ароматизаторы ответила. Ребята, я не буду отвечать на те вопросы, на которые я уже ответила. Посмотрите вебинар с самого начала. Я вам отвечала еще раз про подсластителей, про их запрет. Отвечала про разные заболевания. Про вкусы я уже сказала, будет. Грифония никаким жиросжигателем не является, я про нее тоже уже рассказала. Если вы хотите еды разводить на каком-то другом, на какой-то другой основе, на воде, на молоке другой жирности, на кефире, это теоретически возможно на ваше личное усмотрение. Почему? Потому что мы разрабатывали еды на молоке 1,5%. И все вкусовые особенности этого продукта мы рассчитывали именно исходя из сочетания с молоком 1,5%. Кроме того, повторюсь, тоже отвечала на этот вопрос. Пищевая ценность готовой порции, она рассчитана именно в сочетании с молоком 1,5%. Если вы меняете процентовку молока, кефира, либо на воде, у вас поплывет бы живу. Если у человека, возвращаемся к слайду 22, какие-то заболевания, язвенники, почечники, диабетчики, гипертоники, еще какая-нибудь, не знаю, болезнь, сначала к врачу, а потом определяем, можно ему пищевой продукт EnergySmart или нельзя. Можно ли смешивать вкусы между собой, какой вам стоит попробовать? Ребята, это личное дело вкуса, я не считаю, что нужно отдавать здесь рекомендации. Кому-то нравится капучино в еды, кому-то очень нравится айриш-крим, а кто-то без ума от шоколадного мусса. Кто-то обожает дыню, а кто-то считает, что вкуснее лимонного печенья ничего в мире нет. Ой, я люблю вопрос про селен. Давайте мы про него поговорим. Значит, смотрите, время от времени прилетают вопросы, а почему в составе еды нет, например, селена? Еще прилетают вопросы, а почему в составе еды нет того компонента, другого, пятого, десятого? Ну, я вам отвечу. Еды – это коктейль, который нужно употребить человеку за один раз. Если мы туда напихаем все компоненты мира, они там не поместятся, это во-первых. Во-вторых, еды был разработан так, чтобы быть полностью сбалансированным и давать самые необходимые человеку компоненты питательные, строительные для его хорошего самочувствия, для того, чтобы организм получал все, что нужно. Конечно, безусловно, есть масса полезных компонентов, которые в состав Energy Diet Smart не вошли. Эти компоненты можно получить с другими продуктами, покушав какой-то отдельный фрукт, либо овощ, либо попив в бат, либо еще что-то. Все компоненты, повторюсь, запихать в еды не получится, понимаете? Продукт выверенный, продукт полноценный – это самое необходимое, что нужно организму. Если у вас, как у человека, как у потребителя, есть потребности в каких-то конкретных витаминах, минералах, каких-то дополнительных биологически активных веществах, вы просто компенсируете их другими продуктами. В ЕД все впихнуть невозможно. В ЕД Smart мы специально сделали дозировку витаминов и минералов, равную 25% суточной нормы. Почему? Потому что, когда вы употребляете коктейль, например, 4 раза в день, как мы рекомендуем в программе «Старт», заменяя 4 приема пищи Energy Diet Smart, вы получаете 100% суточную дозировку. Если у вас идут разные дозировки, соответственно, ну я имею в виду плюс-минус там где-то 10, а где-то 30, соответственно, при употреблении 4 порции где-то все равно будет недовольность. Где-то перебор. Мы выровняли все компоненты для того, чтобы 4 приема пищи максимально обеспечивали человека необходимыми питательными веществами. Ребята, что про мальдодекстрин рассказывать? Я не понимаю вопросов. Конкретизируйте, пожалуйста. Безусловно. Ой, ребята, ну вот вы немножко-то рассуждайте, хоть чуть-чуть. Вы вот как птички. Вам положили информацию, вы ее съели, а сами как-то пошевелиться не готовы. Ну, конечно, понятно, что в составе еды есть длинные углеводы и мальдодекстрин. Он является не быстрым углеводом, он является средним углеводом. Организму человеческому нужно питание. Оно нужно сразу и в течение какого-то времени. Если вы наявитесь одного сахара, как я вам говорила, у вас будет всплеск инсулина, и потом у вас будет резкий отток и опасия. Поэтому есть два нормальных компонента. Один быстрая энергию дает, другой пролонгирован. Они друг друга дополняют и ничему не противоречат. Поэтому вот там такое количество, вы же видели. Чего вы боитесь компонентов? Он является безопасным, разрешенным. Его количество, вы видите, в порции готового продукта. Оно достаточно маленькое. Если вы 4 порции в день еды употребляете, у вас при 200 калориях на порцию сколько получается? 800? Ну так 800, это же совсем немного. А посчитайте, сколько углеводов в одной порции у вас это было прописано. 15 граммов углеводов на порцию. Ребят, ну это ничтожно мало. Даже для сочетания средних и медленных углеводов. Это не вопрос. Так, ладно, я поняла. У вас начинается повторение. Запись будет выложена. Если вам нужно увеличить вес на еды, тогда вы еды употребляете плюсом к основным приемам пищи. Это тоже возможно. А еще, знаете, вот вдруг ничего не бывает. Это как вот... Если вы употребляли... Просто аналогию приведу. Если вы употребляли какой-то бат, он всегда работал и вдруг перестал. Ребят, это проблема не в бат. Эта проблема значит, что у вас что-то изменилось. Посмотрите на свой рацион, посмотрите на стрессы, посмотрите на то, как вы себя ведете, какие у вас пищевые привычки изменились, поведенческие и так далее. Паньки, а что там у меня все выключилось? Ага, прошу прощения. Вы знаете, что, например, парикмахеры очень четко видят, если это профессиональные парикмахеры, очень четко видят по состоянию волос, в каком состоянии человек. Приходите вы к нему и говорите, о, слушай, да у тебя все хорошо в жизни. Может, ты откуда знаешь. Да у тебя волосы прекрасно сегодня себя ведут. Или человек говорит, парикмахер говорит, слушай, у тебя что-то, наверное, случилось, с чего ты взяла, я сижу спокойно. Ну, я вижу, у тебя волосы сегодня, у тебя краска просто не впитывается в волосы. Понимаете? А это все стресс. Это не значит, что краска испортилась, это значит, что у вас что-то не так. Что-то пошло не так, действительно, ой, да у меня же, я тут на работе, там, такой стрессняк пережила, что просто страшно было. И волосы полезут, и пища покажется, что вдруг перестала работать, действовать, усваиваться и так далее. Ребят, ну, внимательно относитесь к своему здоровью, посмотрите, что вокруг происходит. Так, про больничку мы говорить не будем, я сказала все вопросы к врачу, это обычный пищевой продукт. Вот, и если у человека было все в порядке, и вдруг там что-то произошло, значит, ну, либо психологическая проблема, либо чего-то наелся, либо еще что-то. Так, ну, наверное, тогда на сегодня все. Значит, если у вас есть вопросы, во-первых, я вас еще раз адресую вот к этой прекрасной брошюре. Здесь все очень кратенько и очень понятненько написано. Вот прям вот открываю, вплоть до того, что вот она, смотрите, программа старт. Тут даже рекомендованы вот здесь, рекомендованные продукты есть, чего употреблять на обед и так далее. Там был вопрос как раз про то, что, а что кушать в промежутках между приемами еды, или что кушать после того, как вы с программы старт перешли. Вот здесь все есть, ребят, вот такая вот прошутка, смотрите, не зря мы ее сделали, она очень полезна. Во-первых, а во-вторых, вот вы знаете, большинство вопросов, которые я сегодня рассказала, да не большинство, а все абсолютно, они у нас на сайте выложены. Вы, когда пишете в личный офис, задаете вопросы специалистам, вы ждете несколько дней, пока вам специалист ответит, потому что вопросов очень много, а специалист, понятно, один, которым это все поступает. Ребят, не поленитесь, зайдите на сайт, раздел Energy Diet Smart, заходите, там презентационный баннер такой, прям на страничке. Вот открываете страничку Energy Diet Smart, там презентационный баннер, на него кликаетесь, там вопросы, ответы. И я вас уверяю, вот все, что вы меня сегодня спрашивали, оно там уже есть. Вы просто видите заголовки вопросов, и там все ответы написаны. Это будет быстрее, чем вы будете ждать ответы специалиста. Но писать вы, конечно, тоже всегда должны нам. Ну, наверное, все. Вебинар будет выложен. На сегодня заканчиваем. Счастливых вам продаж!